Здравствуйте дорогие друзья! Не так давно меня кто-то в комментариях спрашивал хорошие игры, в которые можно играть одним пальцем. Да-да, я регулярно просматриваю и даже отвечаю на комментарии, так что обязательно пишите. Вот хочу предложить вам сыграть в бесплатный отечественный проект Супер Стики, о котором я подробнее расскажу в этом обзоре, так что усаживайтесь поудобнее. Стики с английского переводится как липкий, а именно на этом основана механика обозреваемой игры. Главный герой попадает в канализационную трубу, которая постоянно наполняется ядовитой жижей. Персонаж прилипает к стенкам трубы и под собственным весом плавно сползает вниз. Наша же задача отталкиваясь от стенок не допустить полного погружения в зеленую массу, попутно собирая разнообразных насекомых. Игровой процесс постоянно усложняется тем, что Чача регулярно изрыгает пузыри, которые будут нещадно отбирать сердечки здоровья. Аркада бесконечна, а главным показателем мастерства канализационного дела станут заработанные очки, которые складываются из пройденного расстояния и количества пойманной живности. Попутно будут попадаться различные бонусы, вроде заморозки или временно появляющихся мух. Разумеется, с увеличением пройденной дистанции хардкорность проекта возрастает. Перед очередным заходом разрешается выбрать персонажа, правда каких-то особенных характеристик, кроме внешности, габаритов и траектории полета, которая зависит от массы, они не имеют. А жаль. Разработчикам обязательно надо доработать этот момент. Открыть новых зверушек можно двумя способами. Либо потратив очки на автомате, и не исключено, что удача вам улыбнется, либо сделав символическую внутриигровую покупку в 75 рублей. Хотя из-за репост в группе ВКонтакте может что-нибудь вкусненькое перепасть. Кстати, когда у вас набирается более трех персонажей, вы сможете скрещивать их, а через сутки получить новое чудо. Ускорить процесс можно просмотром рекламы. Правда, сделать это придется, но раз так эдак 24. Графика выполнена в олдскульном стиле, а сам процесс сопровождается бодренькой мелодией. Единственное, что мне не понравилось в этом моменте, немного затянутые загрузки. Нет, они быстрые, но на iPhone 7 Plus столь простенькой Аркаде хочется видеть мгновенный заход на уровень. Игрушка абсолютно бесплатная, без злостного доната и адовой рекламы, которую зачастую можно лицезреть в такого рода проектов. Но от разработчиков лично я жду каких-никаких режимов, или может быть даже онлайн составляющую. А то только таблица рекордов и достижения это как-то не серьезно. В общем, идею я подал. С вас реализация. Все ссылочки на скачивание я оставлю в описании. В комментариях не забудьте указать свои любимые однопальцевые игры. А на этом все. С вами был Вадим Ищенко на канале Протект. Не забывайте подписываться и ставить лайки. Ну и разумеется делать репосты. До скорых встреч. Увидимся в следующем видео.